здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас и сегодня мы поговорим на тему очень важную тему брендинг и дестинации медицинского туризма но в начале позвольте мне представить себя и мою компанию буквально несколько слов но что сказать я основатель и генеральный директор омниканальной компании медицинского туризма медика тур международный эксперт по медицинскому туризму спикер на российских и международных выставках и конгрессах ведущий авторской программы на радио 1 медицинский туризм с татьяной соколов автор первой российской книги по медицинскому туризму бизнес для леди или моя жизнь медицинском туризме наша компания медикатур работает со всем миром по лечению и мы работаем с более 500 клиник партнеров 30 странах по всем направлениям медицины как классическим так и инновационным работаем как с крупными государственными центрами так и с частными клиниками и наконец компания постоянно мониторит рынок медицинских услуг во всем мире участвует во всех ведущих мероприятиях отрасли без этого ну никак развиваться дальше невозможно итак переходим к нашей основной теме брендинг дестинации медицинского туризма что же это такое но сначала хочу ввести во вас наверное все знают что такое брендирование но тем не менее определение понятие брендирования это закрепление в сознании потребителей образа вашего товара или услуги связано с определенными эмоциями у потенциальных покупателей тут мы видим бренды но никак не связаны с медицинским туризмом но тем не менее само понятие имеет отношение и брендирование медицинского туризма и так давайте вернемся немножко назад в историю как развивались два самых известных и популярных на сегодняшний день бренда медицинского туризма израиль и германия ну лечение в израиле для иностранцев уже более 20 лет существует что для этого были в то время все предпосылки сожалению в россии тогда не было высоко технологичного лечения доступно всему населению 90-е годы а в израиле как раз были и высокотехнологичное лечение и знаменитые врачи и к тому же не было никакого языкового барьера так как очень много наших иммигрантов приехали в израиль и многие наши врачи там работали и говорили на русском языке но в общем-то бренд израиля лечение в израиле складывался достаточно стихийно просто так сложились обстоятельства но к сожалению израиль и вот на сегодняшний день они не смогли сохранить вот это топовое место в медицинском туризме это связано с образованием очень многочисленных посредников которые на мой взгляд полностью развалили рынок медицинского туризма в израиле германия но германия тоже так же как и израиль более 20 лет развитие дестинации очень известная считаю лечение в германии это бренд номер один на сегодняшний день что тут есть конечно высоко технологичное лечение знаменитые врачи и что очень важно это немецкая точность и скрупулезность и вот немцы они очень хорошо сохранили этот свой бренд и сегодня если мы предлагаем нашим пациентам лечение в других странах значительно дешевле и возможны по качеству не уступающие лечение в германии наши пациенты те кому позволяют бюджет все равно отдают предпочтение лечения в германии но шло время развивалась медицина развивались разные страны и на рынке медицинского туризма появились новые игроки такие как турция южная корея индия испания италия и конечно наша любимая россия давайте немножко поговорим о них ну вот например турция в турции отличная медицина очень сильная онкология нейрохирургия но как бренд к сожалению вот в турцию едут в основном на трансплантацию волос на бариатрические различные операции на пластическую хирургию и трансплантацию органов почки и печени и вот как я уже говорила если выбирать между турции германии то пациенты всегда к сожалению отдают в пользу германии хотя в турции лечение значительно дешевле и достаточно качественное не уступает по качеству южная корея новым медицинский туризм южной кореи начал развиваться с 2006 года быстрыми темпами очень много правительства помогало развитию этого направления но в топе конечно номер один это пластическая хирургия в южной корее это бренд номер один также очень сильно у них нейрохирургия головного мозга онкология ортопедия но однако сейчас вот в пандемию они усложнили въезд в страну то есть нужно открывать визу нужно проходить двухнедельный карантин за свой счет и поэтому несмотря на то что мы получаем и в пандемию многочисленные запросы на лечение в южной корее вот эти условия когда люди узнают что им две недели надо сидеть на карантине за их счет и даже дело не в том что за их счет а в том что две недели теряется от лечения они просто не едут выбирают другую дестинацию медицинского туризма индия в индии прекрасное лечение в индии очень много денег вложено в здравоохранение плюс индийские врачи учатся в америке и в европе но славится индия больше всего трансплантации органов там прекрасно делают трансплантацию почки печени и даже такую сложную операцию которую не везде делают как трансплантация легких например трансплантация почки у них стоит 14 тысяч долларов например в турции это стоит 20 тысяч долларов то есть значительно дешевле чем в турции и еще бренд индийский это лечение гепатита си потому что в индии прекрасная фармацевтическая промышленность и препараты от гепатита си намного дешевле чем у нас например две страны италия испания тоже очень высокого уровня медицина однако их бренды недостаточно развиты но в испании например в основном едут на ико и на лечение детей детской детские заболевания хотя в испании сильнейшая онкология но об этом мало кто знает италия но в италии известно тоже лечением детей и кардиологи миланские считаются вот кардиология лучшие в мире особенно в милане конечно над брендом италии испании нужно еще много работать чтобы к ним поехал поток пациентов на лечение ну и наконец наша любимая россия россия стала развивать свой медицинский туризм недавно после указа нашего президента владимира владимировича 2017 года майский указ и у нас вот уже сформировались три бренда это офтальмология и кое пластической хирургии но за развитие офтальмологии на мировом уровне надо сказать спасибо святославу федорову который еще в те года вывел россию на международный уровень по лечению офтальмологических заболеваний также искусственное оплодотворение у нас очень гибкое для этого законодательства и очень много запросов на пластическую хирургию однако хочу добавить что наша компания занимается экспортом медицинских услуг уже давно и мы получаем много запросов и на лечение онкологии и на диагностику и на ортопедию на реабилитацию россии только за время пандемии мы организовали лечение и приняли более пяти тысяч 500 иностранцев в россии ну давайте как-то систематизируем основные принципы построения бренда дестинации медицинского туризма тема это достаточно обширная и она требует индивидуального подхода но тем не менее можно сформулировать 12 общих принципов которые применимы в каждой стране для развития бренда дестинации и так прежде всего у страны должна быть репутация но что значит репутация репутация связана с тем что есть хорошее качественное высокотехнологичное лечение а также безопасность то что пациенты приехавшие страну на лечение будут безопасности второй пункт это наличие каких-то уникальных предложений то есть можно привлекать не просто на всеобщие направления лечения а на какие-то вот конкретные предложения как например в россии офтальмология экопластическая хирургия в турции трансплантация волос и так далее климатическая привлекательность тоже очень важно и чтобы пациенты чувствовали себя в другой стране комфортно многие пациенты хотят не только полечиться но еще познакомиться с культурой и достопримечательностями другой страны поэтому рассказывать об этом тоже очень важно это один из факторов привлечения наконец поддержка государства к сожалению без поддержки государства построить бренд дестинации практически невозможно тут должна быть мощная государственная поддержка вот мы видим такие страны как южная корея и турция государства была мощная поддержка и они достаточно быстро развили свой бренд медицинского туризма информация на иностранных языках возможности лечения да люди должны знать что вот в какой-то стране можно лечиться какие там направления какие возможности лечения и еще вот несколько лет назад я первый раз рассказывала лечение в россии на конференции в загребе рассказала о наших возможностях лечения и там были участники со всего мира и когда они услышали эту информацию все были удивлены как у вас в россии можно лечиться а мы абсолютно об этом не знаем мы с удовольствием поедем если это действительно информация то что о чем вы говорите то есть нужно информировать иностранцев о возможности лечения в данной стране мы наша компания разработала вот как раз за период пандемии проект портал treatment russia который объединяет под одной крыши все российские но российские клиники которые пожелали присоединиться а также в дальнейшем и санатории и иностранцы могут он в принципе доступен на английском языке но переводится на все языки мира и вот тут я привела на картинки страны это трафик откуда мы получаем запросы пациентов это сша великобритания германия швейцария индия арабские эмираты франция египет нидерланды швеция саудовская аравия гонконг ирландия турция италия нигерия это только небольшая часть которая вот вместилась на эту страницу и необходимо находить бюджет и проводить инфо туры для зарубежных агентов это очень важно потому что если агенты сами увидят сами узнают сами может даже попробуют им легче будет рассказывать рекламировать продавать лечение в данной стране это очень важный момент также инфо туры для зарубежной прессы чтобы в зарубежной прессе были репортажи о лечении в той или иной стране о возможностях лечения следующий пункт это участие международных выставках и конгрессах но наша компания участвует практически во всех мероприятиях отрасли которые проходят как в россии так и во всем мире но к сожалению вот наши российские клиники еще не понимают необходимость такого участия мы часто приглашаем наших партнеров для участия в каких-то международных мероприятиях но находится тысяча одна отговорка у нас только практически одна клиника участвует в международных конференциях и воркшопах к сожалению это так пока благотворительные акции для стран доноров это тоже очень важный пункт например южная корея дело бесплатной операции для детей чтобы привлечь потом к себе в страну пациентов это тоже очень хорошо работает но непосредственно надо выбрать страны из которых вы ожидаете приезд пациентов развитие телемедицины но в период пандемии сейчас телемедицина стала особо актуальной и телемедицинские консультации мы организовываем практически каждый день для наших пациентов со всего мира это очень важный пункт и наконец рекламные публикации в зарубежных сми но это опять информация 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 о возможностях лечения о методиках инновационных классических оценах о врачах это очень важный пункт также ну что ж я перечислил 12 основных пунктов принципов построения бренда медицинского туризма огромное спасибо за внимание здесь написаны мои контакты если возникнут какие-то вопросы если вы захотите получить какую-то консультацию рекомендацию пожалуйста обращайтесь я всегда с удовольствием вам отвечу всего хорошего и до свидания и и Продолжение следует...